Здравствуйте! Меня зовут Марина Аксенова. Я приветствую жителей Одессы и Одесской области. Волонтерская группа Екатерины Нажемниковой работает в Одессе с 2014 года, а в 2017 группа стала благотворительным фондом Корпорация Монстров. Деятельность фонда производится на основе переводов людей со всего мира, 100% которых идет на благотворительность. С начала борьбы с коронавирусом именно Корпорация Монстров объявила сбор средств и активно помогает медицинским учреждениям Одессы и области. По отзывам руководителей многих больниц, волонтерская помощь Корпорации Монстров сегодня оперативнее и значительнее помощи государственной. Екатерина Нажемникова, руководитель фонда Корпорации Монстров, с нами на связи. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Я очень признательна, что вы нашли наконец-то время уделить нам полчасика времени, потому что я понимаю вашу загруженность, но всех одесситов сегодня взволновала новость о том, вот вы на своей страничке в фейсбук выложили о том, что вы попали в больницу. Я знаю, вчера были в Киеве, уже вечером в больницу. Что случилось, Катя? Как вы себя чувствуете? Чувствую себя нормально, все в порядке, пусть никто не волнуется. Ну, есть какие-то моменты, которые происходят вне зависимости от наших желаний, но уже все в порядке. Я так понимаю, что все это все-таки выливается из-за той нагрузки, которую вы взяли на свои плечи, и, к сожалению, пережили, наверное, не только всплеск каких-то и позитивных эмоций, и море разочарования. Во всяком случае, на вашей странице вы пишете, что ситуация была нулевая, а сейчас ситуация с подготовкой к пандемии в регионе остается плачевной. Вы можете прокомментировать нам все-таки реальную картину, потому что такое ощущение, что именно волонтеры, именно вы знаете, что на самом деле происходит, потому что то, что власть нам просто отчитывается, нам не хватает этой информации однозначно. К сожалению, да, плачевной. Не понимаю, зачем сейчас изображать картинку. Сейчас много раз уже говорила о том, что был период, когда власть при всем своем желании не могла помогать, потому что очень долго происходили решения в Киеве о том, что можно покупать без тендера. Долго происходило утверждение списка и прелик, о том, что можно куповать без тендеру. В тот момент, когда были выделены деньги из бюджета города и области, на рынке была катастрофическая ситуация, ничего нельзя было купить, были очереди, мы просто раньше этим всем начали заниматься, и раньше включились процесс в начале марта, и поэтому мы успели занять очереди. Сейчас ситуация на рынке выровнялась, область начала делать закупки. К сожалению, все это происходит очень медленно, действительно. Плюс мы столкнулись, наверное, впервые с ситуацией, когда покупаются на миллионы расходники и средства, которые улетают в течение дня. Для того, чтобы зрителям было понятно, вот на примере одной конкретной больницы, при массовых случаях одной маленькой больницы, инфекционному отделению, нужно 9 тысяч одноразовых костюмов. 9, там, 8-9 тысяч одноразовых костюмов. 5, 6, 8 тысяч респираторов. Умножьте это все. Это только маски, щитки. Это я не говорю о медикаментах. Это одна единственная больница. У нас на сегодняшний день 4 больниц. У нас было изначально принято, на мой взгляд, неправильное решение, но оно уже принято, и сейчас уже об этом говорить менять, что-то поздно. Мы уже точку невозврата прошли. У нас есть больницы первой волны, больницы второй волны, больницы третьей волны. Они подключаются по мере заполнения больниц на 35%. И, в принципе, таких больниц должно было быть 8. Но включились в ЦРБ. Все ЦРБ, центральные районные больницы области, у которых есть инфекционное отделение, тоже включились в этот процесс. И сегодня мы имеем в опорных больницах, где 10 пациентов, где 15 пациентов, где 5 пациентов. Есть больницы ЦРБ, где лежит 1-2 пациента. При этом отделение работает на полную мощность, работают бригады, которые заходят, обслуживают. Они должны быть в полном обмундировании. У них должна быть все, все должны быть СИЗО на них. И мы вместо 6-8 больниц на сегодняшний день имеем 38 больниц. Соответственно, количество того, что нужно купить и обеспечить их, выросло в сотни раз, к сожалению. Плюс Экстринка, плюс мобильные бригады, которые организованы в области, тоже, к сожалению, на сегодняшний день практически не обеспечиваются. Область старается что-то выдать, но повторяет то, что быстро очень выходит из... То есть вот вышел врач на смену, да, он выходит на смену на 4-6 часов. Он выходит со смены, он должен все это снять и утилизировать. Правильно снять, правильно утилизировать. Сейчас уже становится тепло. Смена... Врачи падают в обморок от костюмов. Это очень тяжело. Соответственно, смена будет уменьшаться по времени. Соответственно, на сутки нужно будет уже не 3-4 костюма на врача, а по 4 часа там 6 костюмов. Естественно, никто этого не делает, к сожалению. Но нету возможности обеспечить вот количество одноразовых костюмов столько, сколько нужно. И замачивать... Это катастрофически неправильно, но это есть. И замачивают эти костюмы, одевают повторно. Мы стараемся сейчас... Мы заказали на двух фабриках костюмы многоразовые, которые можно автоклавировать и можно замачивать к лорке, одевать много раз. Но это тоже... Они, соответственно, из более плотной ткани с прошитыми, с проклеенными швами. И в них находиться вообще очень тяжело. И плюс сейчас включилась... Я даже не знаю, пока как с этим справиться. Включилась еще одна линия. Это семейки, первички, которые, в принципе, по идее МОЗа были исключены из процесса. Они должны были консультировать пациента по телефону. Но, к сожалению, в районах так не происходит. Пациент идет к семейному врачу. И врачи приходят, и мобильные бригады. То есть у нас добавилось еще 24 центра, которые мы за вчерашнего дня начали тоже одевать. Вот скажите... Вот такая у нас ситуация. Катерина, скажите, в чем была целесообразность? Я знаю, что был конфликт у вас именно по количеству опорных больниц. Потому что вы, насколько я понимаю, настаивали, чтобы районы туда не подключали. Именно тогда вот этот конфликт с Ищинским вылез в город. Вы именно тогда доказывали, что такой вот объем не нужно. Это стало причиной? Да, доказывала. К сожалению, не смогла доказать. Я... Знаете, очень мне тяжело сейчас комментировать эту ситуацию. Потому что получилось, к сожалению, получилось так, как я и предсказывала. Я совершенно не хотела быть правой в этом. Я хотела бы лучше ошибиться. Но сейчас мы имеем, еще раз говорю, в центральных районных больницах по несколько пациентов. И эти больницы включены в... Они не являются опорными, но они включены в процесс. И все врачи включены в процесс. Получается, что мы все время как будто чуть-чуть опаздываем с решением правильным. Вот как в Подольске, да, произошло. Буквально там несколько дней назад было принято решение, но правильное, но его нужно было делать раньше. О том, что все врачи старше 60 лет выводятся из больницы, поликлиник, дабы исключить их, у них риск заражения намного выше, чем у врачей молодых. Это произошло уже после того, как мы потеряли врача в Подольске, после того, как несколько врачей еще оказались на карантине, на обсервации, и медсестры. Если мы понимали, ну, власть понимала то, что не смог же это не обеспечить достаточной степени своих врачей, то нужно было принимать подобные решения. Популярно, непопулярно, я не знаю, очень многие врачи тоже, тут есть человеческий фактор, они многие хотят, не хотят работать, а многие боятся потерять работу, потому что это единственная возможность сейчас выжить и кормить свои семьи. Соответственно, ну вот, к сожалению, как я и предполагала, так и произошло. Все ЦРБ включились, все ЦРБ сейчас каждый день пишут мне о ситуации, которые происходят у них в больницах, мы на связи каждый день с главврачами, мы постоянно довозим им средства защиты, подключаются вот первичка, плюс мобильные бригады, которые организованы областью для того, чтобы консультировать людей и тестировать людей на дому, точно так же нуждаются средства защиты, в первую очередь. То есть они, по сути, оказались на, не то что в первой волне, они просто вот на передовой, и они тоже без, полностью без, то есть семейку вообще исключили, они ничего не, все опорные больницы еще получают от государства что-то, то семейка не получает ничего. Вот сегодня буквально я утром говорила с, не буду вам говорить, из какого района ребенок, привели ребенка в амбулаторию, 4 года с тяжелейшим воспалением, вот сейчас меня это очень пугает, начали болеть дети, у нас есть случаи, видите, заболевания детей, достаточно много у нас в области, слава богу, они не тяжелые, но как факт, и вот ребенка привели к из тяжелой пневмонии, и вот мне прислал врач фотографию, в чем они встречают подобных больных. Ну, это просто катастрофа, мы отправляем вот сейчас им средства индивидуальной защиты для того, чтобы спасти эти, вы понимаете, у нас же тут кроме ковида другие болезни не отменялись, и мы сейчас еще и ургенцию как бы потеряем, потому что врач выпадает, к сожалению, это заболевание течет достаточно долго, даже если оно не тяжелое, то все равно 2-3 недели врач выпадает и с собой мы больницы. И так мы положим одних, вторых, третьих, дальше кто будет лечить? Вопрос. Поняла ситуацию. А скажите, как вы думаете, вот то, что случилось именно в Подольске, вот именно такая вот вспышка, город закрыт, насколько я знаю, это потому что все-таки не было достаточно защиты у медиков, и вообще, вот если взять целом Украину, уже более тысячи медиков, насколько я знаю, больны, это организационные, недостатки организационного процесса, либо все-таки защита? Я думаю, что все вместе. Ну, первое, конечно, это отсутствие достаточного количества средств с индивидуальной защитой. Повторяю, у нас же врачи, к сожалению, вынуждены одноразовые костюмы замачивать. Я это знаю, что они это делают, и все это знают, что они это делают. Но нет возможности, повторяю, заходит, я не помню, мы говорили с вами, обсуждали это сегодня или нет, вот заходит бригада, допустим, да, на 3-4 часа, вообще смена там 6 часов, заходит в отделение. Сейчас с каждым днем становится все теплее и теплее. Да, да, вы говорили, Сатерина, об этом, да. Да, да, соответственно, меньше часов, больше костюмов, но нету такого количества, невозможно покрыть. Если бы у нас была одна-две крупных больницы, заполняемостью соответствующей, конечно. Мы очень много спорили по поводу областной больницы, и несколько раз они выходили в первую линию опорную, потом их оттуда убирали. Я до сих пор считаю, что это решение катастрофически, категорически неправильное. Да, это больницы третьего уровня, да, МОЗ рекомендовал не использовать подобные больницы. Но в результате они все равно сейчас уже готовятся, и их вывели во вторую линию, они готовятся, они не принимают плановых операций. Они, к сожалению, оказавшись вот в этой ситуации, не получили средств защиты. Но это единственная больница, которая имеет тысячу койко-мест, и которые готовы были развернуться операционно и подключить до 60 точек кислорода. Мы могли собирать больных тяжелых в этой больнице и обеспечить их максимально. Мы сейчас более 200 тысяч респираторов развезли по области, 200 тысяч. Эти 200 тысяч могли оказаться в областной больнице и закрыть их полностью на два месяца. У них было бы все. А сейчас мы вот по чуть-чуть, по чуть-чуть всем, и в результате этого все равно не хватает. Ну вот как-то так. 14 апреля вы так тоже на своей страничке выложили пост о том, что вы... Это был усталый пост, можно сказать так, что вы устали от дерибана, что возникают какие-то фирмы-прокладки. Если вы это делали напрямую и все открыто, скажите, как вообще такое допустимо? Эта тема для меня вообще, наверное, очень сильно болезненная. Да, действительно, пост. И пост, поверьте мне, это даже такая верхушка айсберга от того ощущений, которые я испытывала тогда и испытываю сейчас, понимая, что происходит. Наверное, понимаете, это война. По сути, это война. То есть я сообщила от своих открытий везде, где только могла. Более того, я позвонила даже в ту же администрацию и озвучила им о том, что я знаю, и озвучила какие-то моменты, которые вызывают у меня вопрос. Чем это все закончится, мне сложно сказать. Все, как мне прекрасно, знают, что в Черноморске костюмы были закуплены в 6 раз дороже. В 6. Костюмы, которые закуплены здесь в области, те же костюмы, которые мы покупаем по 150 гривен, они включены. Понимаете, тут же еще все так умно сделано. Появляется набор из костюма, перчаток, очков и бахил. И в этом наборе каким-то образом, вот оказывается, этот костюм, который стоит 150 гривен, ну весь набор этот стоит, допустим, 400-500 гривен, он продается по 850. Могу я с этим бесконечно бороться? Наверное, нет. Я и так уже прекрасно понимаю, что врагов у меня в этом городе и области за последний месяц, наверное, я за 10 лет своей волонтерской деятельности столько не нажила, сколько за вот этот месяц. Молчать тоже не могу, поэтому озвучиваю. Бороться с ними тоже не могу. Я не могу заниматься всем на свете. Ну, наверняка должны... Я вижу сейчас посты, кстати, в Фейсбуке появились уже люди, которые раскручивают эту тему. Я очень им благодарна. И хотелось бы, чтобы виновные были наказаны. Но боюсь, что, как обычно, полетят головы тех, кому отдают приказы. А те, кто отдаёт эти приказы, они всё равно останутся в тени. Это как с инфекционной больницей. Вы знаете, наверное... Все знают ситуацию, да. Катерина, вы не боитесь, скажите, вы с охраной ещё не ходите после таких заявлений, таких откровенных цифр? И наверняка вы знаете ещё и кто это? Нет, не знаю, кстати. Знаете, если бы знала, то сказала бы. Уже, кажется, терять нечего. Но я... Понимаете, я вижу только то, что вот в открытой сети. И я знаю то, что мне рассказывают врачи. Я могу что-то найти. Но я не всю информацию могу найти. Есть вещи, которыми должны заниматься правоохранительные органы. У них есть возможность запросы делать там и так далее. Боюсь, но как сказать? Нет, за себя... Знаете, мы недавно об этом говорили. Я сказала, что если бы у меня не было вообще детей, я бы, наверное, ещё более смелее к этому относилась. Но у меня есть сын, и у меня есть моя любимая работа. И, наверное, я хотела бы заниматься и продолжать этим заниматься. А вот эти все истории, они так или иначе втягивают меня в политику. А я политикой никогда не занималась, не буду заниматься. И, ну, это настолько претит мне и настолько далеко от того, что мы делаем, что я так или иначе вот оказываюсь втянута в этот политический процесс, а я, наоборот, хочу от него всеми силами уйти. И никогда больше к нему не приближаться. Скажите, именно потому что политика вынудила корпорацию выйти из президентского штаба, оперативного штаба по борьбе с коронавирусом? Не без этого, не без этого, но это не основная причина. Основная причина, что мы немного переоценили свои возможности. Находиться в Одессе и контролировать всё, что происходит в Киеве, практически невозможно. А мы, вы знаете, наверняка, если следили за нашей деятельностью, это моё, наверное, такое, но это в характер у меня. Я должна, к сожалению, это даже вот некоторые говорят, что это плохое качество. Я должна всё сама контролировать. Мы за пять лет существования не подписали ни единого контракта, без того, чтобы я не узнала, кто это, что это, подногот на этого поставщика. Здесь в президентском фонде настолько колоссальные объёмы, плюс это всё происходит за границей. Мы раньше этого не делали. Работает команда большая в Киеве. Я постоянно что-то упускаю. Я не могу проследить за всем, что происходит. У меня были некоторые вопросы. Когда я поняла, что я не могу всё это контролировать, а отвечаю за это всё я, потому что там стоит моя подпись, было принято решение выходить из проекта и передавать этот проект другому фонду, который будет находиться в Киеве и будет это продолжать. Это процесс длительный. Не всё у нас происходило гладко, скажу честно. Но сейчас общий язык мы нашли. Мы заканчиваем все формальности, документы. Потом я попросила, вызвала аудит на себя и попросила провести аудит во всех поступлениях, как мы обычно делаем. Во всех поступлениях, во всех тратах. Так, чтобы выйти в ноль, остаток денег, который на счету небольшой остался после проплат за перелёты, мы переведём на счёт нового фонда, который будет правоприемником, условно говоря, который будет продолжать это делать. Закупки идут на всю страну, распределяет всё это Министерство здравоохранения. Это всё идёт в больницы. Но это очень-очень огромный пласт работы, который невозможно совмещать с тем, что мы делаем в области здесь. Катерина, вы не раз призывали врачей, чтобы они откровенно вам писали, рассказывали о том, что происходит в реальности, я имею в виду со всего нашего региона. И тем не менее знаем, что была телефонограмма, которая запрещала им это делать. Пишут врачи, они откровенничают с вами, не боятся потерять работу, место? Пишут каждый день, звонят каждый день. Знаю вещи, шутки совершенно, которых иногда пишу, иногда озвучиваю. Я уже, знаете, как рупор для них. Но это и раньше было так. Иногда пишу. Есть вещи, о которых даже писать не могу, потому что страшно озвучивать такие вещи. И это может и панику вызвать, и разочарование жуткое, которое у нас есть. Поддерживаю ли я врачей, что они боятся говорить? Честно скажу, нет. Каждый раз говорю о том, что собирайтесь, выходите, озвучивайте. Бороться с ветряными мельницами одной очень сложно. А попытаться на двух конях усидеть и работу не потерять, и при этом пытаться добиться какой-то справедливости, ну так не бывает. И сегодня есть те, кто говорят, но их очень мало. В большинстве своем они вот могут пожаловаться мне, но потом приходит начальник, потом раздается звонок из департамента, и все они, к сожалению, замолкают. У меня есть пару врачей, я их обожаю и просто горжусь ими, о которых говорят, но их очень-очень мало. С другой стороны, давайте объективно. Мы сейчас, коронавирус коронавирусом, но мы на пороге очень тяжелых времен для нашей страны и для людей, потому что, по сути, мы не можем позволить себе карантин. Ну не можем, как бы там жутко это ни звучало. И уже сегодня, там все говорят, бабушки, пенсионеры, да. Ну пенсионеры, они как получали свою пенсию, так и получали. У нас огромная проблема с теми семьями, которые жили от зарплаты до зарплаты. У нас огромная проблема с тем, кто потерял работу. Что будет через месяц карантина, мне даже страшно представить. И врачи, которые, да, не получают эту нищенскую зарплату, но они ее получают. И оказаться сейчас без работы очень многие боятся. Особенно это касается маленьких больниц в области, в районах. При этом очень многие уходят в отпуска, потому что они боятся работать без средств защиты. Знаете, какой-то замкнутый круг, в котором все мы оказались. И даже по зарплатам громко там прокричали, что им 300 центов добавят. Как вы думаете, доплатили? Пока ничего никто не доплатил. Более того, с Эрцминкой там вообще какой-то бред абсолютный происходит, что они сейчас пытаются высчитать, сколько минут каждый врач проезжал или находился рядом с пациентом с ковидом. То есть, ну, когда начинаешь об этом думать, вообще кажется, что мы в каком-то сюрреалистичном кино, где все просто заточено на то, чтобы вот уничтожить это все. И вместо того, чтобы сделать правильно, происходит все как-то очень странно. Плюс, я думаю, что, может, вы слышали на днях, вчера, по-моему, выступал Максим Степанов, наш новый министр здравоохранения, который озвучил жуткую цифру о том, что у нас колоссальный дефицит бюджета во всех больницах. Колоссальный. И что с этим делать, они пока сами не понимают. А у нас же реформа стартанула. И больницы, не получив суббенции, вошли вот в реформу. И опорные больницы, они, например, не могут сейчас оказывать платные услуги, за счет которых они бы могли там покрыть свои расходы. То есть, ну, какие платные услуги в карантинном заведении. Чем-то случай пневмонии по НСЗУ приравнен к терапевтическому случаю. И оценят 4,5 тысячи гривен. Они, может, как пересчитывают, но пока не пересчитали. Ну, 4,5 тысячи гривен, ну, не мне говорить вам, что это смех и грех. Вот сейчас в том же Подольске там пациент за несколько дней потратил около 5 тысяч, докупая только то, чего нет в больнице. В больнице кое-что есть, он докупает. Поэтому что будет дальше? Как-то все пессимистически звучит, но, к сожалению, это вот такая сейчас картина. Совершенно, да, действительно пессимистически. Катерина, скажите, а вы вообще верите вот объему тестирования, вообще этим тестам, которые проводятся? И не кажется ли вам, что, в общем-то, нужно было значительно больше проводить тестирование, чтобы знать реальные хотя бы вспышки, очаги тех мест, где находится наибольшее число заболевших? Ну, тестирование сейчас надо отдать должное, начали тестировать, насколько можно. Во-первых, тестирование цитотестами, оно бессмысленное, они там дают огромную погрешность. Делать ПЦР начали сейчас максимально возможными способами тестировать. Вот с этой недели начнут тестировать врачей всех участников COVID в отделениях. Раз в семь дней будут тестировать врачей. Мобильные бригады тоже берут заборы. Лаборатория работает. Вот мы вчера докупили им центрифугу, чтобы они могли делать до трех закладок в день. То есть это 300 тестов в день они могут делать. Но тут человеческий фактор. Да, вот были праздники, вышел министр, сказал, что вот у нас там прирост небольшой. Потом оказалось, но, к сожалению, оказалось, что все моглостей не подали данные. А чего не подали данные? Потому что не делали заборы, потому что были праздники. И, ну, кто виноват? Министр? Нет. Те, кто на местах подумал о том, что, ну, мы немножко погуляем, а потом сделаем. Тестировать нужно ли больше? Конечно, нужно. Но, если вы знаете, там, набор тестов в ПЦР стоит достаточно дорого. Там около полутора тысяч евро набор только ПЦР, а еще и РНК нужно. То есть это там 2,5 тысячи. Ну, колоссальные объемы, соответственно, будут для того, чтобы протестировать всех. Плюс лаборатория просто не справится. Сейчас, слава богу, дали разрешение частным лабораториям. Наконец-то, да, наконец-то дали. Да. Люди могут хотя бы пойти и сделать, те, кто могут это финансово себе позволить, они могут пойти и сделать это в частной лаборатории, получить этот анализ, и хотя бы быть спокойным, не ждать там очередь. То есть, или у нас сейчас просто делают анализы ПЦР только тем, кто лежит в стационаре, или проводится анализ мобильными бригадами забора, кто амбулаторно находится дома лечится. Но в основном стационар. Насчет тестирования есть еще такой момент, не знаю, слышали или нет. Вот сегодня опять вышла статья о пациенте, который в 10-й больнице умер, у которого брали тесты ПЦР, они были отрицательные, а потом они стали положительными. Там не такая простая процедура, и нужно этот забор сделать правильно. Плюс там специальные пробитки со специальной средой, которая там при температуре не выше 8 градусов, нужно это доставить в лабораторию. И опять человеческий фактор. Как это все происходит, не всегда это происходит так, как это должно. Вот на примере с этим пациентом, я думаю, что так и произошло. Поэтому мы, наверное, все-таки сегодня не видим реальных цифр. Числа заболевших. Катерина, скажите, пожалуйста, отложили ли вы сейчас помощь тем деткам, мамочкам, старикам, людям, которые всегда, собственно говоря, которым и вы опекались? Как им сейчас быть, когда вы полностью на разрыве, сейчас, грубо говоря, на такой войне? Ни в коем случае не отложили, продолжаем лечить. И они все равно у нас в приоритете. Не знаю, я в Бога не верю, но что-то какая-то там сила, или небеса услышали нас, у нас их сейчас чуть-чуть меньше стало. Я не знаю, то ли меньше стали болеть, но они продолжают, такие детки, к нам попадать. И мы лечим их и помогаем врачам лечить их. Мы сейчас лечим папу нашего подопечного, малыша, который родился на свет раньше, чем нужно. Мы несколько месяцев его помогали, врачам его лечить. А вот случилась такая бельда. Папа единственный кормилец семьи, он попал в ДТП. И там тяжелые операции, там остеосинтез, и мы вот его лечим. У нас есть мамочка двух деток, у которой мы сейчас тоже самое тяжелое ДТП. Тоже реанимация, тоже тяжелые операции. Там около 60 тысяч расходники и медикаменты ей необходимы, лечим. И малыши наши, у нас до сих пор четыре подопечных, мы их называем богатыри. Это детки, которые раньше появились на свет, и мы их продолжаем лечить. У нас ничего не изменилось. Слава Богу, сейчас их не так много, потому что финансово, конечно, очень тяжело. С каждым днем все тяжелее и тяжелее. И я прекрасно понимаю, почему это происходит. Люди, не имея работы, у нас были переводы 50-100 гривен, но их были тысячи. А сейчас для многих наших доноров, для наших дарителей даже 50-100 гривен – это сумма, которую они заберут у своих детей. И не у всех есть финансовая подушка, которая позволяет им не работать месяц-два. А у нас уже карантин продлен до 12 мая. И что будет дальше, честно говоря, даже страшно думать, потому что мы как раз имеем возможность помогать. Это вот сейчас такой феномен произошел, что бизнес включился. И вот эти миллионы, которые мы за месяц собрали, благодаря бизнесу – это для нас новая такая история. Мы раньше вообще в жизни писем никаких не писали. Я на Фейсбуке пост пишу. И основной наш даритель, вот его портрет – это обычный, совершенно обычный человек, который переводит 100 гривен раз-два раза в месяц. Но благодаря тому, что их очень много, мы собирали миллионы гривен именно на лечение деток. А сейчас эти люди, очень многие, потеряли работу. И дальше мы посмотрим, будем надеяться, что как-то все-таки мы уже потихоньку начнем выруливать из этой ситуации. Потому что если еще карантин, еще месяц, я не знаю, что будет. Катерина, вы расскажите несколько слов про вашу инициативу. Я знаю, что вы сейчас собираете, даже сделали сайт по организации помощи продуктовыми наборами для пожилых людей. Одиноких людей. Несколько слов скажите, может быть, подключится и наши телезрители. Да, это как раз не наша инициатива, хотя мы это делали много лет. У нас были и есть наши подопечные, надомники, которые не могут выходить из дома. Это старики старше 70-80 лет, ограниченные в движении. И мы каждый месяц таким бабушкам и дедушкам нашим привозили наборы продуктов. Они стояли у нас на учете, вот как в соцзащите. А, к сожалению, сейчас таких бабушек и дедушек оказались десятки тысяч. Потому что всех посадили на карантин, и они, кто-то выходит, а кто-то не может выходить. И эта инициатива такая вообще всегородская участвует очень, кстати, вот в процессе с бабушками и дедушками участвует огромное количество волонтерских организаций и общественных организаций. Мы сейчас развезли около 7 тысяч наборов. И наши киевские коллеги придумали такую историю на розетке. Теперь можно купить набор для бабушки. Андрей Ставницер договорился, чтобы сделали на розетке отдельную кнопку для Одесской области. И теперь любой человек с любой точки мира может просто нажать на кнопочку, купить набор. И розетка доставляет это все в Одессу. Сегодня первый день стартует уже раз в область. Вечером мы напишем пост, приезжают наши волонтеры, девчата мои сейчас там все это разгружают, грузят в машины. И везут по тем людям, которые не попали в списки соцзащиты по той или иной причине. Но которые нуждаются в помощи, у кого есть больные дети, у кого есть дети-инвалиды, пенсионеры, у которых есть дети, но они отказались. От родителей. Не помогают родителям, но с точки зрения государства у этих людей дети есть. Такие люди тоже не всегда попадают под опеку соцзащиты. Вот проект с розеткой будет направлен на них. Вот сегодня уже спрятанули. Еще хочу задать вам вопрос. Наша программа подходит к концу. Но вот вспоминается, что на этой внеочередной антивирусной сессии областного совета прозвучало предложение сделать вас почетным гражданином области. Как бы вы к этому отнеслись? Знаете, я вообще... У меня очень часто были зарубы такие с представителями власти по поводу наград. Я с большим удовольствием принимаю грамоты от больниц. Вот там выписывают нам от военных частей, которым мы помогали, от моряков. То есть вот то, что искренне отдается нам теми, кому мы помогаем. Хотя это вообще не обязательно. И чаще всего мы, в принципе, говорим, нам не нужно. Принимать награды от власти за то, что мы делаем, в принципе, то, что должны делать они, я считаю как-то просто, по крайней мере, странно. Поэтому вот касательно наград, грамот, я... Знаете, недавно пришел ко мне один депутат, буквально совсем недавно. И пришел и говорит, не буду назвать фамилию, чтобы меня не обижать. Они хотели, наверное, как лучше. Говорит, мы пришли выдвигать вас на Героя Украины. Я вытаращила на него глаза, говорит, на кого вы выдвигаете на Героя Украины? Дает мне лист, говорит, вот подпишите. Я говорю, я должна подписать выдвижение себя на Героя Украины? Говорит, ну да, но тут нужно планкеты сейчас заполнить. Я говорю, я вас прошу, вы не обижаетесь, я ни в коем случае вас, вашу инициативу не хочу убедить. Но я, во-первых, не считаю себя героем. Я считаю, что то, что мы сейчас делаем, это нормально. Это вот как в 2014 году, когда все включились. Ведь любой из нас может заболеть. Любой. Мои родители им по 80 лет. Они не то, что в зоне риска. Ну и они точно так же могут попасть в эту больницу, где ничего нет. Плюс я много лет работаю с врачами, и я очень люблю многих из них. И я считаю, что это вообще, ну это профессия, это боги на земле. Да, среди них есть тоже очень плохие люди, но есть те, кто, ну они спасают жизнь. И понимаете, я и по-другому не могла. То есть это точно так же, мои родители здесь, мои дети здесь, мои подопечные здесь. Я хочу помогать, и не для того, чтобы меня потом там героем Украины считали. По поводу почетного гражданина, опять же таки, ну, наверное, мне кажется, что я еще не доросла, да и это не цель. Повторяю, я это делаю, потому что я хочу это делать, я делаю это сознательно и не считаю это подвигом. Спасибо, Екатерина. Хотя самое главное, наверное, чего вы добились, это того доверия, потому что люди вам доверяют, люди переводят деньги и знают, что это никуда не размоется, никакие прокладки не появятся, как в нашем государстве, к сожалению, все происходит. И поэтому огромное вам спасибо от всех нас, от Одесситов, жителей области, за ваш действительно колоссальный труд. Спасибо большое. Спасибо, это и есть лучшая награда. Спасибо, спасибо большое. То, что у нас такое доверие, это наша лучшая награда. Спасибо вам, кто может помогать, помогайте. Кто не может, не отрывайте от своих детей последнее, потому что, в принципе, уже пришло то время, когда государство просто обязано включиться. Мы готовы были костылем, быть костылем на первое время, но мы не готовы заменить систему. Они просто обязаны включиться уже и начать помогать. Но тем не менее мы обещаем, что мы поставим все адреса счета вашего фонда для того, чтобы люди подключились. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня мы общались с руководителем благотворительного фонда корпорации «Монстров» Екатерина Нажевникова. Человек, который не безразличен к тому, что будет с каждым из нас. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Спасибо.